Сегодня у нас развитие того, о чем мы говорили в прошлый раз Напомню, речь шла о всяческих задачах классификации Речь шла о частности линейных моделях И более того, о одной большой конкретной модели, а именно логистической регрессии Мы зафиксировали с вами, что постановка задач логистической регрессии происходит как конкретизация вполне себе Более общей постановки задач оптимизации через эмпирический риск И, соответственно, что логистическая регрессия — это просто частный случай при выборе аппроксимации этого самого пороговой функции потерь Через, соответственно, то, что называется в конечном счете log loss Это то, что мы с вами поняли про логистическую регрессию Поняли много, поняли, что, соответственно, там можно смотреть на эту ситуацию двояко И видеть там вероятностную постановку задачи Которая приводит к тем же парадоксальным результатам Но мы с вами очевидным образом задолжали одну важную штуку А именно мы говорили исключительно про бинарную классификацию То есть у нас с вами было два класса Не так важно, как мы их называли, минус один, один, ноль, один Их было по-прежнему два Все метрики, о которых мы говорили, тоже были исключительно метрики бинарной классификации И в конечном счете мы даже с вами поняли, как подбирать пороги Но все, о чем мы с вами говорили, решало конкретную задачу Корректного разбиения на два класса Сегодня мы очевидным образом посмотрим с вами, как этот подход расширяется на несколько классов Задачи так называемый мультикласс, то есть много классов И тут есть два принципиально, ну они не то чтобы принципиально разные подходы Но в целом так или иначе два разных подхода Первый с кодовым названием «Один против всех» Смотрите, в чем идея То есть мы, собственно, не будем сильно усложнять себе жизнь Говорили про два класса, теперь будем говорить не про много классов, а про три класса Соответственно, сеттинг понятный, у нас есть точки, каждый из которых может принадлежать одному из трех классов Вот это что-то типа нашей обучающей выборки, на которой мы, соответственно, должны оптимальным образом это дело научиться классифицировать В чем заключается подход «Один против всех»? В том, что рассматривается не одна задача классификации, а сразу столько, сколько у нас классов То есть по числу классов количество задач оптимизации, в данном случае три А именно, сначала мы рассматриваем задачу «Зеленый против всех» И решаем ее известными нам методами, например, логистической регрессией Получаем такую оптимальную плоскость, задаваемую соответствующим вектором нормальной Дальше решаем задачу «Синий против всех» Получаем другую оптимизационную задачу, успешно ее решаем, получаем что-то типа такой гиперплоскости Вот, и аналогичным образом делаем третий раз То есть у нас три разные задачи классификации, все три мы успешно решаем Получаем какую-то такую картину Вот, дальше возникает вопрос, как с этим делом жить? Никак Ну, конечно, все идут А? Что все идут? Сейчас разберемся Вот Соответственно, да, у нас каждый задается своей нормалью Ну, это понятно Вот, дальше у нас несколько стратегий поведения есть И оптимально здесь не существует То есть, вперед сбегу, скажу, что все, о чем мы дальше будем говорить, это, грубо говоря, эвристики Каждый из которых лучше работает для конкретной задачи Какая из них работает лучше Для вашей задачи надо проверять на кросс-валидации, на холдауте И всяческих разных стратегиях подбора гиперпараметров Относиться к каждой из этих стратегий как к одному большому гиперпараметру, который стоит подобрать Итак, стратегии Первая, самая такая, наверное, очевидная У какого класса больше вероятность, тот предсказываем Ну, то есть, у нас есть три классификатора И нам нужно классифицировать новый объект Соответственно, каждый, на этом новом объекте каждый классификатор дает Если мы говорим про логистическую регрессию, например Дает свою вероятность Вот, ну и, казалось бы, хороший соблазн, да Сделать что-то такое Прогнать этот самый объект через веса каждого из классификаторов И получить на выходе некие вероятности Вот, ну и, как бы, здесь хорошо видно, что, окей, давайте выберем класс 2 Как наше предсказание Ну, потому что ее вероятность прям существенно больше Ну, случаи, когда она больше существенная Они, к сожалению, не всегда И, как бы, эта штука работает еще и по другой причине не очень хорошо Чуть позже, наверное, вас спрошу по какой Вот, но в целом, окей, зафиксировали Так можно делать И, наверное, на ряде задач это будет работать неплохо Следующая альтернатива возникает, если мы вспоминаем Что, вообще-то говоря, у нас логистическая регрессия Это алгоритм не регрессия, а все-таки классификации И, в конечном счете, мы отталкиваемся там не от вероятностей А от лейбла, который этот классификатор присваивает объекту А присваивать он может в зависимости от наших От обученной нами модели совершенно по-разному То есть мы говорили о том, что дефолтный порог 0.5 А реальный порог, после которого вы будете принимать решение Он может отличаться, ну, исходя из нужд конкретной задачи Например, здесь далеко не гарантируется Что если каждый из моделей у вас дал в путь вероятность Ну, больше 0.5, здесь не все, но, допустим, если все То все из них гарантированно говорят, что давай ты дружишь, ты будешь принадлежать моему классу Нет, у соответствующей модели может быть подобранный вами порог Который отличается от 0.5 И далеко не каждый из них после этого будет давать классификацию в единичный класс Вот, соответственно, пример задачи, в которой, несмотря на то, что вероятность у объекта 0.7 Он по своему классификатору до порога не дотянул И его классификатор считает, что вообще-то, вообще говоря, он тот самый all, а не one Да, и, соответственно, его мы не берем в качестве позитивного А вот здесь, несмотря на то, что вероятность меньше, он свой порог перетянул Это, там, в случае, по-моему, зеленый, да, у нас был V1 Вот, в данном случае мы отнесем его к зеленому объекту А не к тому, который дал больше вероятность И если задуматься Смотри, вот эти штуки мы подбираем независимо для каждого классификатора На этапе еще обучения вот этих красивых картинок Вот, то есть мы строим соответствующую плоскость И подбираем такой порог, при котором у нас, ну, классификатор идет так, как нам хотелось бы То есть никто не гарантирует, что здесь обязательно должно быть 0.5 Вот, для логистической регрессии так и будет Но, тем не менее, мы можем в нашу, ну, для наших NUS подвинуть этот порог так Чтобы, например, там, исходя из большей, ну, целится в большую точность классификатора То есть, короче, каждый классификатор характеризуется не только плоскостью Но еще и порогом, по которому мы принимаем решение И вот, и, соответственно, это возвращает нас вот сюда, да Что просто так исходить из вероятности не стоит Они, ключевое здесь, что они обучаются независимо друг от друга И отсюда, пожалуй, растут ноги у главного утверждения Что нельзя брать и просто упорядочивать их по весу соответствующих аутпутов Потому что вес для этого классификатора 0.6 Это, как бы, 60% вероятности принадлежности вот такому классу А вес 0.7 – это 70% принадлежности вот такому классу Совсем, ну, для другого классификатора И между собой они, вообще говоря, сравниваются, ну, не так, чтобы очень Поэтому вот эта стратегия, она более правильная То есть, если вдруг так случилось, что у каждого из ваших классификаторов порог 0.5 Если вы довольны порогом 0.5, то тогда да Тогда, наверное, у вас, соответственно, будут, да, два этих объекта кандидатами на выбор И тут уже действительно, вот эта штука все-таки, ну, в рамках своего классификатора На 10% более уверена Тогда, наверное, стоит прислушаться к ней Но, честно говоря, ну, понятно, да, что здесь мы выбираем соответствующую историю Честно говоря, все это очень сильно притянуто за уши Вот, именно потому, что разные классификаторы, ну, должны, ну, короче, в рамках разных классификаторов Мы интерпретируем вероятности для каждого по-своему Вот, еще есть стратегия, да, если сработало несколько классификаторов То, что мы с вами говорили, можно уже действительно тогда выбирать по вероятности Ну, вот тот самый случай, только здесь пороги не одинаковые Сработали оба И, тем не менее, вот, да, выбираем из этих двух Сейчас выберем средний Ну, окей, у него вероятность побольше Исключительные варистики Каждый из них может заработать для какой-то конкретной задачи Как это работает в целом, никак это не генерализуется Вот, что здесь главное И поэтому пробовать нужно, ну, скорее всего, все One versus solo работает хорошо В принципе, понятно, как Да, то есть здесь действительно не возникает каких-то противоречий С тем, как это интуитивно воспринимается Какие ключевые особенности такого подхода? Давайте их зафиксируем Ну, во-первых, число классификаторов у нас всегда равно числу классов Не n-1, там, не 1 А всегда числу классов n Даже если вы хорошо научились отвечать два класса Вам все равно понадобится Ну, в смысле, два класса И вам кажется, что вам эти две прямые расчертили вроде как все, что нужно Нет, вам нужен третий классификатор Ровно для того, чтобы понять по каждому таргету свою картину Что касается числа параметров Напомню, параметрами, там, задачи, допустим, линейной, да Классификации это веса соответствующей модели То есть их ровно столько, сколько какова размерность нашего пространства Вот в данном случае размерность нашего пространства Да, здесь как мощность x представлена И количество параметров ровно в n раз больше То есть у нас для каждого классификатора свой набор мощности x параметров Вот, соответственно, стратегия окончательного выбора здесь не очевидна Потому что они, каждый из этих классификаторов из разных миров Главное, что нельзя делать, это без относительно там порогов Просто выстраивать их по вероятности И говорить, что вот я предпочту этот, потому что у него вероятность больше Ну, просто потому что они исходили абсолютно из разного при обучении Вот, поэтому это прям, наверное, самое важное, что нужно зафиксировать В принципе, подход жизнеспособный и очень часто им пользуются Но вот главный недостаток его, а именно вот этот Что каждый из классификаторов независимо друг от друга обучается Он очень удачно устраняется подходом следующим Который называется, ну, по сути, это классификатор, так называется, softmax Вот, что здесь, в чем здесь принципиальное отличие Давайте, наверное, ну, сеттинг у нас примерно тот же И по-прежнему у нас будут веса для каждого Куда-то здесь прямые делись Ну, неважно, да, еще они как-то странно должны были быть проведены Ну, короче, для каждого класса у нас по-прежнему будет свой набор весов То есть, своя гиперплоскость по-прежнему будет А вот, что мы дальше с ней делаем? Давайте посмотрим Вообще, что такое softmax? Softmax — это, ну, такое выражение Я его, наверное, на доске запишу Вот, если у нас есть несколько классов, в данном случае три, да То softmax мы будем называть ПКТ, где там К у нас от одного до трех Вот такую штуку Е в степени WKT Меня в прошлый раз просили уделять особенное внимание тому, речь идет о скалярном произведении или нет Так вот, да, речь идет о скалярном произведении WKT X Вот И, соответственно, на сумму по всем К Так, единица в данном случае до трех, да Е в степени WKT X Вот эта вот штука называется softmax Можно даже, в принципе, нетрудно догадаться, почему Здесь ПКТ на конкретном объекте На объекте X Вот Это, ну, по сути, да, в конечном счете штука нормализованная И, да, то есть здесь в любом случае она точно так же лежит от нуля до единицы Поэтому точно так же к ней применима эта условная ПКТ Вот Почему softmax? Видно? Давайте, предлагайте, почему softmax? Soft вроде такой, типа, гладкий, макс под макс Ну, смелее Насколько он максимум среди остальных, да То есть он действительно в череде всех остальных, как бы, говорит, ну, вот, насколько я круче Вот Вот эта штука называется softmax Теперь, почему эта прорывная вещь позволяет нам закрыть ту самую проблему, которую мы говорили при предыдущем подходе, при подходе one versus all Ну, ровно потому, что в конечном выражении участвуют все веса То есть здесь, если мы распишем, да, эту сумму, у нас будут и W1, и W2 слагаемые, и W3 слагаемые И при оптимизации на каждом новом объекте мы неизбежно будем обновлять все W Вот как это работает примерно, то есть к нам приходит объект, мы прогоняем его через, там, инициализированные чем-то Не так важно, чем, главными нулями, то мы никуда не уйдем Соответственно, через веса, да, то есть получаем какие-то скалярные произведения После чего с каждым из этих скалярных произведений А? Да, я транспланирован Окей Соответственно, после чего каждую штуку мы прогоняем через тот самый Softmax И это нам outputtит по каждому классу свою вероятность Вот так вот примерно Вот, а дальше нам нужно соответствующей вероятностью поучиться немножко На этом объекте Вот, поскольку у нас классов, ну, в данном случае всего три, и только один верный То учиться мы будем на конкретном PIT, в данном случае на третьем, да Вот, и, соответственно, прогоняя градиент, ну, там, итерацию градиентного спуска по нему Мы обновляем свои веса Вот так это работает И ключевая штука, да, что мы прогоняемся на одном объекте, а веса у нас обновляется Ну, то есть дифференциация идет по всем весам Вот, дошли, соответственно, до того, как считать ошибку Понятно, то есть мы с вами говорили в логистической регрессии, что это там Ну, если говорить о постановке 0.1, если вы вспомните, да, то там было произведение Игрек ИТ, если игрек равен единице, то, соответственно, мы брали логарифм P Если игрек был равен минус единице, то мы брали единицы минус игрек Поскольку здесь мы напрямую не знаем, какой из этих игреков будет один, какой там, ну, какой 0, да То мы в явном виде в сумме учитываем все три слагаемых Просто реально активным остается только то, на котором было достигнуто истинное значение То есть в данном случае игрек 3 логарифм P3, вот, и эту штуку мы потом дифференцируем Ну, вернее, мы их складываем на всех объектах и потом уже дифференцируем Вот, про такое, ну, не то чтобы параллельное Это, на самом деле, прямое обобщение того, о чем мы с вами говорили на прошлой лекции То есть мы видели вот такую запись, да, бинарный log loss Напомню, здесь речь шла о том, чтобы на объекте Здесь у нас была с вами сигмоида Единица на единице минус соответствующих, ну, экспонент соответствующего скалярного произведения Минус скалярного произведения, вот И, соответственно, брали на объекте для весов, которые одинаково хорошо описывали оба класса Ну, и задача просто была разделить одно от другого Теперь у нас появляется дополнительный знак суммы Вот, но на самом деле он очень быстро индуцируется за счет вот этого условия То есть мы действительно смотрим только на те объекты, при которых Ну, которые для данного... ну, короче, только на те метки, которые в данном случае играли роль истинных таргетов Ключевое отличие здесь Это вероятность, которая рассчитывалась на конкретном объекте для W универсального Здесь же речь идет как о конкретном W для этого класса G, да Так и о всех остальных W, поэтому я их сюда отдельным аргументом вынес Надо понимать, и это ключевое, да, что у нас здесь участвуют все веса сразу в этом выражении То есть это суммарный лосс, который мы накапливаем на какой-то итерации нашей оптимизации по всей выборке Если не говорить про там стахастическую оптимизацию пока вот просто в дефолтной постановке У нас есть лосс на всей выборке, на текущей итерации, за счет которой мы будем потом уточняться Вот в этот лосс будут входить все объекты всех классов, и это очень приятно Соответственно, один объект у нас сразу будет зависеть от весов по всем классам Оптимизация будет сразу по всем весам И какой самый великолепный бонус при этом, что вот теперь-то мы наконец можем их упорядочивать Ну и, собственно, это означает только одно, что какой класс наибольший, такой мы и предсказываем И здесь уже никаких, в общем, вариантов, по сути, быть не может Ну, то есть, да, вся эта арифметика не самая сложная, надо сказать На примере классификации котика, есть три класса, есть картинка Картинку мы как-то захитили в признаки, не будем говорить Как? Ну, допустим, я не знаю, там, грейскейл сделали Ну, черно-белое изображение, и просто признаками является Господи, насыщенность соответствующего черного пикселя Вот, таких признаков у нас там в зависимости от картинки Я не знаю, 256 на 256, не так важно И вот, соответственно, что мы на них имеем Какая-то итерация весов у нас уже есть То есть мы оптимизировались, сколько-то шагов Получаем для каждого объекта по соответствующим весам Какие-то пока это скалярные произведения Дубль В, соответствующего на нашу вот эту матрицу Получили соответствующие веса После чего экспоненцируем То есть, вот, делаем примерно то же самое То есть, берем экспоненту, только уже не как это было в логистической регрессии От минус W на X, а от плюс W на X Получаем соответствующие чиселки Вот тут хорошо видно, да, почему у Max Она, ну, экспоненцирование Она очень сильно прям раздувает соответствующие значения То есть большие становятся очень большими Маленькие становятся очень маленькими Таким образом мы растягиваем И при нормализации действительно видно, да, что 0.13 и 0.87 Относится уже существенно Существенно заметнее, в общем, разница между ними Чем 3.2 и 5.1 Вот, потому что здесь еще, кстати, и треть слагаемая играет роль И вот в совокупности они как бы учитывают весь сигнал Соответственно, на данном объекте ошибка у нас будет только по вот этому классу То есть, только по вот этому выражению Потому что класс истинный, все-таки кошка Мы должны наибольшую информацию получить из того, что мы дали на этом объекте 0.13 Нас не интересует, что мы там дали в данном случае машине 0.87 Главное, что мы для корректного класса выдали score 0.13 Что в терминах логарифмической функции потерь есть не очень хорошо Да, это близко к нулю Подытожим про softmax Классификатор у нас теперь по сути один И он вот такой То есть для того, чтобы нам классифицировать новый объект Что мы делаем? Мы берем этот самый новый объект Считаем вот такие штуки И, соответственно, выбираем максимум Интуиция у нас, да Примерно та же в том смысле, что по-прежнему каждый объект классифицируется за счет своих весов То есть у каждого класса нашего есть свой набор весов И число параметров здесь то же самое В этом смысле никакого выигрыша в вычислениях мы особо не получаем Но мы получаем выигрыш в том, что мы можем это кумулятивно учитывать, да И трактовать эти самые аутпуты по соответствующим классам Действительно упорядочивая их и понимая, что если, ага, здесь у нас получился там 0.51 И здесь 0.48, и у третьего класса 0.01 То действительно все-таки надо предсказать тот, который 0.51 Без относительно порогов и прочего Потому что здесь уже о порогах речь не идет Вот, наверное, с частью, которая про многоклассовую классификацию Как это делать? Пока закончим Дальше поговорим о том, как ее оценивать Вопросы по как делать Нет, да? Хорошо Как мы ее оцениваем? На самом деле Тоже это все произрастает из бинарного подхода и несколько решается Кстати, да, по поводу связи с бинарным подходом Давайте доведем до ума следующую штуку Прежде чем поговорим про метрики А именно, видно ли, как вот эта штука редюсится до сигмоиды Для случая двух классов, которые мы с вами наблюдаем в логистической регрессии И что, получаем? Допустим, у нас с вами два класса Рассматриваем вероятность принадлежности к классу 1 Получаем E в степени W1X Разделить на E в степени W1X То есть E в степени W2X Получаем E в степени W2X Получаем E в степени W2X Да, это да И здесь еще полезно заметить, что на самом деле W1 Для, соответственно, P1 Для P2 я что здесь должен написать? Для бинарной классификации Почему 0? Напоминаю, это нормальная поверхность Да? К разделяющей Во! Понятно, почему, да? Ну, то есть, как бы у нас ситуация Была Тут какой-то вот такой И каждый из них там характеризовался своим W1 Этот характеризовался W2 А этот характеризовался W3 То есть сейчас у нас это все сводится к вот такой ситуации Изначально мы это обзываем W1 Ну и, соответственно, W... Ну ладно, не буду из трёжки писать И, соответственно, для того, чтобы здесь аналогичную штуку для W2 нарисовать Я, вообще говоря, должен сделать вот так вот Ну и очевидно, что это один и тот же вектор Просто в противоположном направлении Вот, соответственно, на самом деле мы получаем Что-то типа отсюда, да? Учитывая все то, что мы сообразили Здесь получается единица Ну, если мы числитель и знаменатель действительно разделим на W1 И учтём, что W2 это минус W1 Единица плюс экспонента И вообще, говорят, минус 2W1 От x А теперь мы вспомним, что речь по-прежнему о нормальной поверхности И на эту двойку можно обращать внимание Вот Поэтому вот сигмоида То есть действительно эта штука редюсится на случай двух классов Точно так же Мы приходим к классификатору логистической регрессии Поэтому Softmax это всё-таки в первую очередь классификатор Вот И правило у него вот какое-то такое Теперь про то, как мы понимаем, что мы хорошо сделали для многоклассовой классификации Или плохо сделали для многоклассовой классификации Напомню, какими основными, да Ну, собственно, какой основной единицей оценки качества была у нас Какая основная единица была в случае бинарной классификации А была вот такая вот штука Соответственно, у нас была confusion-матрица на самом деле Основной вещью для бинарной классификации Вот Здесь Соответственно Откладывали мы Вот здесь Ну, короче True Prediction 1, prediction 0 Ну и, соответственно, true 1 True 0 Сейчас не буду их все заполнять Примерно понятно, о чём идет речь И что такое false positive, true positive и прочее Вы тоже хорошо себе представляете Вот Держать в голове На самом деле Можно нетрудно прийти к метрикам и для многоклассовой классификации тоже Ну, начнем с самой такой распространенной метрики И она интуитивно, наверное, понятнее всего То есть, если Это такой аналог precision Если в случае с бинарной классификацией Precision, напомню, у нас назывался Назывался отношение между долей единиц Которые мы верно распознали То есть, в числителе у нас стояли Да, true positive Знаменательно у нас стояли все единицы Которые выдал наш классификатор То есть, грубо говоря, число Верно Число Число правильно предсказанных единиц По-русски это всегда сложно сделать Ну, короче, precision Вы помните, что это такая Вот, accuracy, он про то же самое Только теперь уже не только для единиц Здесь мы говорим Поскольку нас теперь интересует Не только единичный класс А вроде как все классы Ну, кстати, его можно и для случая Двух классов тоже рассмотреть Допустим, нас теперь интересуют Не только единички, но и нолики Вот, и что такое precision По обоим классам в бинарной классификации Это ровно то же самое Только в знаменателе у нас теперь нужно учесть все объекты А в числителе нужно учесть среди них те, которые мы верно распознали как единички И те, которые мы верно распознали как нолики То есть, ровно вот такая штука Мы рассматриваем это все уже на всей выборке Потому что мы не целимся в корректное распознавание какого-то одного класса Как это было, допустим, с бинарной классификацией Нам достаточно было сосредоточиться на классе 1 И для нуля как бы все автоматически плюс-минус получалось Вот здесь уже как бы у нас есть Нет никакого байса в этом смысле То есть, есть ровно столько классов И нам интересно ровно столько классов, сколько у нас есть выборки Соответственно, рассматриваем все объекты Нас интересует теперь поведение на всех объектах В знаменателе у нас вся наша выборка А в числителе только те случаи, когда мы верно попали в нашу обучающую выборку Вот, то есть, по сути, доля всех правильных ответов классификатора Если речь идет о двух классах, то, соответственно, да, это очень похоже на Precision Только сразу по двум классам То есть число верно распознанных единиц плюс число верно распознанных нулей Разделить на число всех единиц и нулей То есть на весь размер выборки Вот такая штука, наверное, она наиболее ходовым образом используется для многоклассовой классификации Но, и в целом, да, она хорошо достаточно показывает, в принципе, на самом деле все Потому что там сразу и Recall каким-то образом участвует Потому что, ну, вы же говорите сразу о всех объектах, которые у вас есть в обучающей выборке То есть вам не нужно знать, например А когда речь идет про Precision единиц, всегда встает вопрос Ага, вот вы посчитали там типа там 99% Precision Это отлично, а сколько у вас единиц? Ну, то есть, может, у вас в обучающей выборке их всего там 5 И поэтому от того, что вы с 99% неточностью как-нибудь там запредиктили отлично У вас на нулях все очень плохо Вот здесь, как бы, такой проблемы нет Вы сразу видите всю картину по всем таргетам Просто честно, сколько раз мы правильно сказали Среди всех возможных наших попыток Вот, всякие, если понятно, да? Я могу, если что-то на доске нужно написать по этому поводу Ну, вроде она такая идея сама себя иллюстрирует Достаточно интуитивно вот в этой формулке Дальше подходы несколько более прогрессивные Ну, на самом деле нет Дальше все сводится вот к той самой матрице И есть у нас два способа Два способа, что с ней сделать Первая штука – это микроэверджинг То есть мы вспоминаем, что у нас есть В случае многоклассовой классификации У нас есть несколько классификаторов Вот, и каждый из классификаторов решает задачу один против всех И вообще говоря, каждый из классификаторов делает вот такую штуку Каждый из классификаторов делает вот такую штуку Когда у нас там обучающие выборки были единички Потом двоечки Потом троечки Ну, допустим, я их упорядочил, не так важно То классификатор one versus all Допустим, для класса 1 Решает другую задачу Он решает вот такую Ну, в общем-то, понятно, да? Америке я не открыл Вот, и, соответственно, по вот этой задаче У него можно нарисовать точно такую же матрицу И эта матрица рисуется И рисуется она таким образом для каждого классификатора А что потом происходит? Мы получаем там какие-то числа Сколько у нас true positive, сколько у нас false positive и так далее А дальше мы просто берем это дело и усредняем И получаем некую среднюю confusion matrix Которую и считаем за истинную Вот, соответственно А потом мы считаем уже соответствующие метрики интересные нам Ну, допустим, precision мы можем посчитать по такой матрице, да? И получить в некотором смысле precision такой усредненный По каждой из задач, где единичным был соответствующий класс Вот И как мы в среднем как бы описали precision вот всей этой штуки Очень сложно интерпретировать, что такое precision в этом контексте Но, тем не менее, это очень неплохо работает С точки зрения, ну, кросс-валидационной оптимизации Действительно, очень хорошо подгоняться под такие метрики То есть на практике это подтверждено не раз Что вот такая стратегия microeverging Она очень хорошо приводит к качественным классификаторам По принципу один против всех Соответственно, то есть еще раз У нас есть по каждому классификатору своя матрица Мы усредняем там, собственно, 4 квадрата В каждом считаем среднее, да? По этим нескольким матрицам Вот И после этого получается такая средняя confusion matrix По которой мы соответствующие метрики считаем Будь то precision, будь то recall Вот Ну, как Или там F1 меры, например Если мы хотим свести всю оптимизацию к какому-то одному параметру Тоже работает неплохо Такой microeverging, понятно, да? Ну, вроде тоже не rocket science Следующая штука Macroeverging И вот здесь уже, смотрите В чем отличие В том, что мы эту матрицу считаем для каждого Для каждой задачи А дальше как бы на этом не останавливаемся И сразу по этой матрице считаем соответствующие precision Вот Получается некое среднее качество угадывания Ну, тут как бы вот в терминах интерпретации Кажется, становится проще То есть у нас есть некоторый precision по каждой из этих задач И вот этот precision мы усредняем Еще это можно делать, соответственно, по весам объема класса Ну, например, да, то есть если у нас сильно больше единичек в выборке То мы можем с этим весом и учесть соответствующий precision единичек Я имею в виду вот этих единичек Соответственно, да, то есть Тут мы считаем нужные метрики для каждой задачи После чего усредняем уже эти самые нужные метрики И получается как бы, ну, более, реально более понятные результаты Но, тем не менее, для оптимизации реально лучше работает вот эта штука Потому что хоть мы и не понимаем, что такое Такой усредненный по confusion matrix precision Но мы хорошо понимаем, что он агрегирует в себе знания лучше, чем средний precision Потому что мы на этапе расчета precision уже много чего теряем в нашей матрице А вот когда мы confusion matrix введем до самого конца И редюсим то, что в ней написано только на этапе окончательной метрики Как вот здесь, да, то есть в самом конце идет расчет, допустим, precision То, соответственно, у нас больше информации в качестве сигнала приходит к нам для оптимизации Еще раз оптимизация тут подразумевается в терминах кросс-валидации Ни в коем случае никто не предлагает вам эти штуки использовать как лосс-функции И явным образом пытаться их градиентным образом описать Вот, наверное, все здесь И, наверное, сейчас подходящее время, чтобы сделать перерыв Потому что дальше мы вернемся непосредственно к задачам классификации И поговорим о конкретном алгоритме ProSVM Support Vector Machine достаточно исчерпывающей темы Еще один полноценный классификатор, который мы попробуем рассмотреть практически так же подробно, как и логистическую регрессию Почему мы вообще касаемся этого классификатора тут? Ну, во-первых, потому что по популярности среди линейных классификаторов Он совершенно точно на месте номер 2 после логистической регрессии Которое совершенно точно место номер 1 из линейных Вот, почему так? Ну, мы с вами увидим, на самом деле, главное достоинство этого классификатора Это его аналитическое решение Ну, то есть его можно оптимизировать аналитически Вот По крайней мере, это одна из немногих задач машинного обучения Которая оказывается корректно поставленной задачей Наверное, за это его всячески любят прям та часть ML-сообщества, которая больше про математику Та часть ML-сообщества, которая больше про прикладные науки и прочие разные прикладные вещи И про продакшен этот классификатор не очень любят Потому что, ну, откровенно говоря, кроме того, что он красиво выводится Сильных достоинств над логистической регрессией у него не вот чтобы много Но, действительно, очень стройная теория И, действительно, концепция у него очень интересно заложена Вот, и даже название такое интересное Машина опорных векторов Вот И ему очень много лет Вот, в общем, здесь у нас классификация про регрессию и слов не будет Потому что здесь мы будем исключительно разбивать объекты на нолики и единички Но делать это несколько из других принципов Не совсем тех, которыми мы руководствовались для логистической регрессии Постановка задачи ровно та же По-прежнему у нас два класса По-прежнему эту штуку можно точно так же легко с помощью one versus all обобщить На немного класса с помощью softmax обобщить не получится Потому что softmax, как мы с вами видели, приводит к сигмозе То есть к постановке задачи для логистической регрессии Вот, что мы будем делать вместо этого? Вместо этого мы здесь с вами проще геометрически, наверное, рассказать Как мы будем поступать Вот у нас есть некое множество точек Вот И нам нужно провести прямую Понятное дело, что провести прямую мы можем очень большим количеством способов Мы можем даже провести ее так, что какие-то классы будут классифицированы неправильно Но это как-то совсем грустно в данной ситуации Можем это сделать, ну, там, ну, короче, вот, например, как у сигарек идет, так тоже можем Вопрос как лучше? Вот SVM в конечном счете отвечает на этот вопрос следующим образом Ну, во-первых, да, прямая у нас W на X равна 0 Ну, я не знаю, что там, минус забыл Неважно Вот SVM отвечает на вопрос следующим образом Очень плохо здесь почему-то прорисованы более светлые полосы Мы будем пытаться найти максимальный зазор между классами Что такое зазор? Должно быть видно из этой картинки Это ширина полосы между двумя ближайшими классами Как вы понимаете, в зависимости от того, как провести плоскость, гиперплоскость Если нужно, я могу закрыть окно Говорите, если дует Соответственно, в зависимости от того, как провести гиперплоскость Мы будем получать разную ширину зазора Вот для сравнения, да, здесь показано, соответственно, старый зазор, да, вот по размеру, да, не по ориентации, по размеру Вот чуть по-другому провели плоскость и уже получили существенно больший зазор Интуитивно, интуитивно кажется, что чем шире зазор, тем лучше мы генерализуемся Потому что тем меньше вероятность у нового объекта попасть в не свой класс Ну, то есть, если у нас, грубо говоря, зазор будет вот таким То, скорее всего, это очень большой запас для того, чтобы новые классы смогли по нужную сторону плоскости оказаться Можно? По смыслу, когда нужно новый объект инфицировать, ну что же можно с другой стороны В любом случае, классификация у нас будет происходить ровно таким же образом, справа или слева Чем шире зазор? Ну, потому что если мы в обучающей выборке, которую мы, как бы, надеемся, хоть каким-то образом нам проливает свет на генеральную совокупность То есть, если мы в случайной выборке, в смысле, в нашей обучающей выборке нашли достаточно широкую полосу между классами То есть резонное предположение, что и все остальные объекты будут, ну, короче, мы не встретим тонну объектов, которые вдруг внезапно окажутся по другую сторону от этой плоскости Если у нас очень узкая полоса, да, то достаточно небольшого выброса, чтобы мы уже оказались в другом классе Ну, короче, чем шире полоса, тем классы, мы надеемся, не только в обучающей выборке, а вообще лучше разделены Вот, соответственно, давайте подойдем к этой задаче пока ровно так же, как мы это делали с логистической регрессией Чтобы чуть проще, ну, наверное, чуть лучше запомнить, чуть лучше понять интуицию В самом простом случае, какая у нас постановка, да, 1-1 сохраним эти обозначения для наших двух классов По-прежнему понадобится маржин здесь ненадолго, ну, хотя нет, надолго Ну, неважно, понадобится маржин, в общем, два класса, 1-1, выборка по-прежнему с нами, да, и x это признаки, y это ответы на этих объектах Размер выборки L, строим алгоритм классификации Алгоритм классификации, очень просто, знак, и, соответственно, мы там говорим про линейный классификатор Но, тем не менее, здесь более общая функция, более общая, соответственно, поверхность в пространстве Знак, с какой стороны мы от этой поверхности находимся, говорит нам о том, как нам классифицируется этот объект Когда это, на этой поверхности мы, соответственно, ничего не знаем про себя, там равно нулю Эта функция Теперь, вспомнил, что такое маржин Вы сейчас уже вспоминали на квизе, тем не менее, да, у нас есть та самая поверхность А маржин, это, соответственно, произведение класса на эту поверхность Ну, в смысле, на функцию, определяющую эту поверхность Поняли, что если маржин меньше нуля, то мы, соответственно, ошибаемся И, исходя из маржина, можно поделить все объекты в нашей выборке на те, которые Ну, не очень далеко расположены от поверхности Но при этом в нужном классе Не очень далеко, но при этом в ненужном классе Это шумовые объекты И надежные те, которые и по нужную сторону, и далеко Вот, то есть, какие-то соображения на тему там Дальности расположения от прямой Мы, в принципе, уже с вами рассматривали Но здесь мы ее формализуем гораздо более точно Дозик там знатно барабанит Вот, вспомним, опять же, про эмпирический риск Как мы его вводили Маржин меньше нуля Это свидетельство того, что мы ошибаемся Соответственно, самый простой способ посчитать Ввести некий функционал, да, нашей ошибки Это посчитать число таких ошибок в обучающей выборке Число таких ошибок Сумма по всем фактам, когда у нас маржин был меньше нуля Эту штуку оптимизировать мы не можем Мы можем оптимизировать В смысле, эту штуку оптимизировать мы не можем Если мы говорим про градиентные методы Поэтому мы оптимизируем гладкие аппроксимации Подробно останавливаясь на этом в прошлый раз И минимизируем, в конечном счете, самый аппроксимированный функционал Вариантов, мы говорили, у нас много В частности, на прошлой лекции подробно рассмотрели Про логарифмы единицы плюс е в степени минус m Логарифмическая функция потерь, которая, собственно, приводила к алгоритму логистической регрессии Сегодня мы посмотрим вот на эту штуку Если что, вот она прямая И вот она, соответственно, пересекает ось x в точке, кажется, 1 Да Вот такая вот у нас аппроксимация нашей ступеньки Которая, если что, вот Соответственно, формализуется эта штука как максимум от нуля единицы минус m Да, предполагаю, что у нас по оси x, m, тот самый марджин В форме кривой, которой здесь не видно, особо вопросов нет, да? Отлично Ну, в общем, возвращаясь к нашему любимому алгоритму на одном слайде Который реально очень просто запомнить И в случае с логистической регрессией, и в случае с svm Вот как выглядит svm на одном слайде У нас мы выбрали функцию потерь Максимум от нуля единицы минус m Мы, соответственно, переписываем функционал наш В связи с этой функцией потерь То есть у нас получается сумма по всем объектам с этих максимумов, да? И здесь мы явно в виде про логистическую регрессию мы с вами говорили Опциональная регуляризация Здесь регуляризация – это часть алгоритма Которую, ну, как из песни не выкинуть В общем, короче, обязательно она здесь нужна Иначе это будет не алгоритма svm Сейчас с вами увидим, собственно, почему Вот, оптимизация градиентным спуском Точно так же, как и в случае с логистической регрессией Это можно было бы делать Но это делается не так А именно потому, что мы здесь, в частности, да? Говорим о квадратичном функционале Мы сможем очень много чего выжить из того, что не будем делать это градиентным спуском Очень многое увидеть из пути В котором пройдем, если вдруг поймем, что нам не обязательно оптимизировать это численно, как мы привыкли Вот В конечном счете речь все равно про численную оптимизацию Но цепочка заключений, которые мы на этом пути встретим Она нам будет очень полезна Для того, чтобы много чего узнать про этот алгоритм Вот, но тем не менее, да? То есть у нас есть функция потерь У нас есть функционал У нас есть метод оптимизации Мы всегда можем оптимизировать функционал через градиентный спуск И получим то, что нам нужно В частности, мы получим соответствующие веса Вот, алгоритм принятия решения Линейная функция Соответственно, сигнум от скалярного произведения Х на W Больше нуля Говорим единичка Меньше нуля Говорим минус единичка Вот, ну и наши любимые вопросы Почему, откуда вообще Откуда с потолка взялся этот лосс И почему здесь регуляризатор Это часть постановки задачи Вот, разобравшись с ответами на эти вопросы Мы с вами гораздо лучше поймем вообще Что этот алгоритм делает Почему он такой, да? Напоминаю, что Речь у нас идет про интуицию Благодаря которой мы хотим максимально широко разделить классы Вот, давайте на этом и остановимся Начнем мы с вами про несколько такой модельный случай Упрощенный А именно про случай, когда у нас выборка по определению линейно разделима Все мы понимаем, что это далеко не всегда Строгая формализация того, что такое линейно разделимая выборка Я здесь приводить не стал Но интуитивно понятно, что если существует такая плоскость Ну, на которой мы не совершим ошибок Проведя которую мы не совершим ошибок в классификации нашей выборки То ее можно считать линейно разделимой Если такой плоскости не существует То есть, как бы мы не провели эту плоскость Всегда найдутся объекты, которые будут классифицированы неверно Неверно, то выборка соответствующим образом не может быть признана линейно разделимой И всегда будут некоторые Ну, короче, это то, что называется неразделимая выборка Понятно, да, что такое линейная разделимость Вот, мне кажется, она большой нужды в формализации не имеет Напоминаю, что мы хотим сделать Мы хотим максимизировать зазор между объектами Очевидно, что зазор между объектами считается в конечном счете на двух ближайших объектах То есть, какие конкретно эти объекты, это объекты будут Мы с вами сходу утверждать не можем На этой картинке, конечно же, можем Но когда у нас выборка из миллиона объектов Мы вряд ли будем бежать по всей по ней И смотреть, какие же все-таки два объекта взять На основании которых провести эту самую прямую Еще и под каким нужным углом Так, конечно, не делается Но интуитивно мы понимаем Что если мы решим такие То есть, если у нас выборка линейно разделима То можно провести прямую так Чтобы у нас была соответствующая полоса И эта полоса была выбрана исходя из двух объектов Это просто факт того, что мы можем такую Ну, такие два объекта найти Вроде проблем не должно возникать с этим фактом Следующий факт, который тут нужно зафиксировать Что проводить плоскость выгоднее всего таким образом Чтобы расстояние до правого объекта И до левого объекта были одинаковыми Почему так? Кажется тоже достаточно понятно То есть, если мы делаем это как-то иначе То у нас всегда есть возможность двинуться Вот, чтобы... Потому что все-таки полосу мы считаем Равные отступы от плоскости Чтобы никакого байса в сторону одного из классов не было с нашей стороны Мы должны их, ну, с равной долей почтения относиться к каждому из классов И, соответственно, разделять относительно плоскости Как единичные классы, так и нулевые классы Ну, там, минус единичные классы в той ситуации Понятно, да? Почему речь идет о том, что плоскость должна пройти ровно посередине этой полосы Тоже проблем не возникает Мы выбираем сначала полосу, а потом посередине правую плоскость Или не поворачиваем плоскость? Мы поворачиваем плоскость, конечно, все это так Чтобы полоса была максимально широкой Максимально широкой Каталась первого объекта или обязательно область? Нет, полоса это по определению штука Которая касается двух объектов Одного в классе минус один, другого в классе один Да, конечно, центр координат здесь Как-то так исключительно условно взялся Вот Соответственно, отсюда здесь берется двоечка Да, то есть M это ширина полуполосы M Почему 2M? Здесь можно было бы назвать это M На самом деле в большинстве В большинстве литературы, посвященной SVM, обычно так и делается Я просто все-таки люблю оставить некий мост к тому марджину, о котором мы говорили Обратите внимание, все это называется зазором Вот, и эта штука тоже на самом деле марджин Вот, поэтому, собственно, M Просто потому, что вот эта штука, она на самом деле про Вот ровно полуполоса, да Длина этой полуполосы Это на самом деле марджин Марджин на соответствующем ближайшем объекте Вот, и надо понимать, что эти маржины для этого и для этого объектов одинаковы Если это линейно-разделимая выборка, если мы правильно классифицировали Почему 2M понятно? Окей Едем дальше Что мы теперь хотим? Мы теперь предполагаем, что существует два объекта X1 и X2 Которые будут определять нашу полосу Они точно существуют Если мы говорим о линейно-разделимой выборке Соответственно, в любом случае найдутся эти два объекта Через которые нам придется эту полосу провести О том, какие именно объекты сейчас мы на этом не фокусируемся Это будет результатом, по сути, решения оптимизационной задачи В некотором смысле Но не так важно Важно, что это абстрактные два объекта Через которые в конечном счете пройдет истинное решение задачи Вот А дальше будет немного планиметра и совсем чуть-чуть Короче, наша с вами задача теперь Сформулировать оптимизационную задачу для этого случая Что у нас для этого есть? Опять же, забудем про то, что это все стартует в начале координат Вот В происке художника У нас с вами есть два Ну, в конечном счете объекта Через которые эта штука будет проведена Вот Но они будут, грубо говоря, параметрами оптимизации Вот У нас есть, в первую очередь, в каждый момент времени У нас есть нормаль к нашей текущей поверхности, да То есть предполагаем, что, очевидно, мы не с самого начала получим ее Но в идеальном виде мы какой-то Воспользуемся какой-то там изначальной Инициализацией этих весов И получим какую-то кривую Вот Ну, вернее, не кривую, а прямую В двумерном случае Что дальше? Ну, то есть Наше идеальное решение в конечном счете будет Определяться некой нормалью Да, вот нормаль W здесь нарисована Дальше сейчас будет очень важный момент Который нам очень сильно много чего упростит И просьба его понять Вот, в конечном счете, допустим, мы с вами получили Идеальную прямую Прямо, в которой все хорошо И ее нормаль W А теперь мы берем и делаем вот так вот Вот Мы просто немножко перенормировали это W Так, чтобы у нас плоскость никуда не делась Но при этом была выполнена вот такая штука На этих двух объектах Если, опять же, не видно То мы требуем, чтобы Скалярное произведение на этом объекте У нас было равно минус единице Скалярное произведение вот на этом На этом объекте было равно плюс единице Это реально очень сильно упрощает дело Вот, это всегда можно сделать Потому что мы знаем, что они на равном расстоянии Относительно самой плоскости находятся Именно поэтому здесь 2M Поэтому вот такая простая перенормировка У окончательного решения в конечном счете Все это дело нам Ну, в общем, мы можем себе позволить Никакого противоречия здесь нет За рамки дозволенного не вышли Вот, так как же все-таки будет выглядеть Оптимизационная задача? Давайте запишем то, что мы здесь видим Видим мы здесь следующую систему уравнений Во-первых, мы можем записать, как соотносится X1 и X2 между собой А во-вторых, мы наложили ограничения На, соответственно, значение W на X здесь И W на X здесь Вот это все вместе и запишем То есть это ровно то, что в правом верхнем углу записано А именно, что X2 можно получить через X1 путем Ну, путем прохождения в направлении по вектору W Ровно на расстояние 2M Понятно? Вроде никакого тоже противоречия здесь нет Мы идем по направлению W Это направление задается отношением вектора W к норме W Что мы знаем про эти две точки? Мы знаем про них, что они соотносятся через 2M и соответствующее направление И также мы знаем, что на одной из них достигается минус 1 На другой из них достигается 1 при скалярном перемножении на W Вот, это важно, но еще не все Не менее важный и как бы для задачи SM ключевой здесь Это вот это вот незамысловатое условие M и T больше либо равно единице Что такое M и T? Напоминаю, возвращаемся к нашей терминологии Где M это margin, margin на объекте M и T это отступ на соответствующем объекте Что мы требуем таким условиям? Мы требуем, чтобы ни одного объекта не было внутри этой полосы Ну то есть на самом деле мы записали ровно те самые условия, которые мы проговорили словами Когда вот эту штуку нарисовали Мы просто сейчас фиксируем в системе уравнений все наши требования А именно, что у нас есть плоскость Есть проведенная плоскость, есть полоса вокруг нее И есть все объекты, которые лежат за пределами этой полосы С учетом еще нормировки Просто чтобы упростить, чтобы у нас здесь получились единицы И вот здесь тоже получилась единица Вроде больше ничего мы про это сеттинг сказать не можем Вот, соответственно, система уравнений перед нами Что мы делаем дальше? Дальше все становится проще Мы просто выражаем... Ну, короче, мы избавляемся от иксов здесь От тех самых выбранных нами иксов Которые вообще, говоря, не обязаны быть частью выборки на самом деле Они нам просто для мысленного эксперимента скорее нужны Что мы для этого делаем? В первом выражении выражаем... Из первого выражения берем разность векторов x2, x1 Из второго выражения берем разность векторов x2, x1 Вот Здесь остаются, соответственно, скалярные произведения Это разница на w Минус единица, единица в сумме у нас двоечку дают при вычитании, да? x2, x1 Вот, и, соответственно, после чего Не забываем про условия m и t больше, а в равно единица После чего мы приходим к окончательной постановке Оптимизационной задачи для нашего модельного такого случая Когда у нас выборка линейно разделима Смотрите, что здесь записано То есть мы подставляем w на вот эту разницу Вот эту штуку подставляем вместо этой скобки Двойки у нас понятным образом сокращаются Остается скалярное произведение w на отношение w к его норме Что на самом деле в числителе дает скалярное произведение w на w Я не могу эти выкладки произвести буквально в одну строчку Все, чем здесь нужно воспользоваться Это то, что скалярное произведение w на w Это норма w в квадрате Это достаточно известный факт Вроде как всем должен быть здесь известен Кивните, если это не так Вот Соответственно, после чего нам очень легко становится прийти к вот такой штуке Что m равно единице на норму w А что произведение решать, когда в этом нет? Вот мы чуть подальше про это поговорим Соответственно, поскольку речь идет о том, что мы еще максимальный зазор А оптимизационная задача у нас будет ровно по весам нашим единицы на норму w Мы должны устремить к максимуму И ни на секунду не забывать, что при этом наши маржины должны быть больше и по равной единице для всех объектов, с которыми мы имеем дело Вот А вот оно Все Тут получается квадрат нормы w разделить на норму w Так вот оно, m равно единице на w Все на месте Ничего не потеряли Окей Вот Зафиксировали, что в конечном счете Ширина этой полосы выражается через Единицу, деленную на норму соответствующего Веса нормали к этой поверхности И эту штуку нам нужно максимизировать Вот, в дальнейшем мы Ну, чаще всего мы говорим про Все-таки лосы Про какие-то потери Про наши ошибки, которые мы хотим минимизировать Поэтому тут часто по мгновению волшебной палочки Та предыдущая постановка превращается вот в такую постановку Одна-вторая Нормы w в квадрате Ну, понятно, что на самом деле можно было бы сюда Одну-вторую нормы w взять Да, то есть l1 норму И минимизировать эту штуку Но гораздо-гораздо приятнее работать с квадратичным функционалом Вот, поэтому В конечном счете Норма w, она все-таки в квадрате остается в окончательной постановке Напоминаю, здесь мы говорим про полностью разделимый случай Но какие-то у нас с вами, так сказать, флешбеки того, что мы видели для такого svm для чайников, да, на одном слайде уже появляется Мы как минимум пришли вот к одному из слагаемых той постановки То есть там это была просто регуляризация l2, да Здесь мы все-таки понимаем, что это напрямую связано с размером полосы И действительно без этого слагаемого нам никуда Более того, в текущей постановке, кроме этого слагаемого, нам вообще ничего не нужно Кроме вот этого незамысловатого условия, еще говоря Вот, пока что мы сосредоточимся на этих двух чекпоинтах и зафиксируем их для себя Вот, у нас был максимальный зазор Мы смогли эту задачу следующим образом поставить И, в конечном счете, задача минимизации выведет через норму весов в квадрате Теперь, что меняется, когда у нас случай неразделимый То есть у нас, как бы мы ни провели прямую, всегда будут объекты, на которых мы ошибаемся Здесь нам очень помогает следующий трюк А именно, давайте все делать как раньше Вот как раньше, да Только теперь мы будем соответствующим образом штрафовать объекты, которые у нас попали по неправильную сторону Ну, если так, на пальцах, то да, по неправильную сторону от нашей плоскости Допустим, у нас теперь появляется некий компромисс Между тем, как мы, насколько широко мы хотим зафиксировать полосу И каким количеством штрафа мы хотим в результате этого пожертвовать, да Поскольку речь идет о минимизации Соответствующие штрафы у нас все-таки больше нуля, да То это вот напрямую компромисс с С, да То есть в какой степени мы хотим зафиксировать ширину полосы В какой степени мы хотим при этом на каких-то объектах свалиться за эту полосу Понятно Теперь Что-что? В ЛОС-функциях, в машинном обучении Как бы, когда речь идет о каких-то независимых условиях Ну, вроде как, всегда принято их линейно учитывать Ну, на любом объекте Почему, грубо говоря, там, у нас, когда мы говорим о, там, лос-функции на всей выборке Мы суммируем по объектам Ну, просто, наверное, не очень честно За счет какого-то одного, за счет какой-то одной ошибки Штрафовать сильно, наверное, всего с функцией как-то не очень получается Вот Сумма, сумма работает очень хорошо и позволяет независимо Так это про то же самое Ну, то есть, здесь у тебя лос-функция складывается из двух факторов Максимальную полосу сделать и минимальное количество штрафов допустить Когда ты, допустим, говоришь про лос-функцию в логистической регрессии У тебя лос-функция складывается из допустить минимум ошибки на первом объекте И допустить минимум ошибки на втором объекте Или допустить минимум ошибки на третьем объекте Или допустить и так далее Вот Ну, то есть, как бы, оно вроде как или И когда ты это все дело учитываешь вместе в сумме Ну, какое-то такое объяснение здесь Произведение вроде как здесь кажется не очень честным Вот Итого То есть, мы просто вводим дополнительные штрафы на каждый объект Если вдруг он у нас попадает на противоположную сторону Просто компромисс Просто наши константы, которые мы в дальнейшем будем сами определять Да, да, именно так Вот Да, все было бы так и все достаточно просто и понятно Если бы не одно но У нас было вот такое условие Которое говорит о том, что вообще говоря, не то, что мы не можем неправильно классифицировать объект Наверное, это лучше проиллюстрировать То есть предыдущее наше условие говорило о том, что, окей, вот есть у нас прямая Вот есть у нас полоса оптимальная И мы требуем, чтобы все объекты были вот здесь За этой полосой Вот И просто так введя штрафы за попадание на неправильную сторону Это вообще говоря Не совсем то, что мы здесь хотим В нашем случае Некорректное поведение Это не просто неверная классификация объекта Это, грубо говоря, вот такая ситуация Когда мы берем и объект помещаем внутрь полосы Это уже нарушение всех наших законов Вот Именно поэтому здесь ксиите, оно Это штраф Я здесь его записал как за неправильную сторону Но на самом деле он приводит нас вот к такой штуке То есть мы теперь Все-таки единица здесь остается, да Это вот то самое требование Что мы изначально говорим о Вообще не попасть в полосу Теперь мы позволяем попасть внутрь полосы И в некотором смысле, да Для нас одинаково Ну практически одинаково Ну непримиримая ситуация Когда мы вот сюда попадем Или сюда попадем, да То есть понятно, что Штраф все-таки у этой штуки будет больше Но тем не менее мы штрафуем как здесь, так и здесь Для нас в этом смысле это вещи одного порядка То есть тут не так важно, что мы неправильно классифицировали В целом SVM про то, что вы начинаете неправильно классифицировать Ровно в тот момент, когда попадаете внутрь полосы Потому что предполагается, что вся ваша генерализация идет лесом То есть если вы как бы на трейновой выборке нарисовали полосу И потом внутрь этой полосы попали То вы как бы уже мало чего представляете об этом мире Поэтому штрафовать нам нужно в том числе за факт попадания внутрь полосы С этим понятно, вопросов нет Или есть, если есть, задавайте Вот, в конечном счете введя такие штрафы Мы очень несложно Вот чисто по сути в терминах формул Обобщаем нашу ситуацию от разделимой постановки к неразделимой Вот все, что нам потребовалось, это ввести соответствующие ксииты Которые здесь называются эпсилонами Ну ладно Вот Зафиксируем эту постановку Но нам как-то ее хочется свести во что-то более простое в работе И вот, соответственно, к этой, к одному функционалу, да Делается это следующим образом Достаточно посмотреть на вот эти штуки Вот И понять, что здесь, что здесь записано Вот эта штука явным образом говорит о том, что все наши штрафы больше либо равны нулю Понятно, вопросов нет Вот эта штука Вроде бы, казалось бы, говорит нам о том, что все наши маржины больше либо равны, чем единицы минус штрафы На самом деле она нам говорит про другое Она нам говорит нам про то, что все наши штрафы, они вообще говоря, еще больше либо равны, чем единицы минус маржин Вот А это следующее место точек Геометрическое Здесь можно было бы это дело нарисовать Потому что практически все готово, кроме осей Вот Это, если что, наши единицы минус m Которые мы получаем, если здесь ε перекинуть налево, m перекинуть направо Вот здесь она, соответственно, пересекает, то есть, координат И нас для начала интересует все, что вот здесь Ну, то есть, мы типа больше либо равно, чем это место точек Вот, и дальше у нас в дело вступает ε-ограничение еще на ε больше с нуля Вот такое вот Ну и, соответственно, мы понимаем, что их объединение это вот такая штука Хорошо бы другим цветом нарисовать, но примерно понятно В общем, вот это вот все, что мы здесь видели, да Вот ровно вот это геометрическое место точек нас устраивает И именно поэтому мы это можем записать в едином виде Как максимум между нулем, который играет здесь И единица минус m, который играет вот левее точки 1, да Поэтому вот ровно вот две эти штуки мы можем свести в то, что у нас ε на самом деле определяется вот так Вернее, он больше либо равен, чем вот это вот А поскольку речь идет о минимизации То мы предполагаем, что он равен Вот, и, грубо говоря, просто берем и из-заносим эту штуку в наш функционал Получаем вот такую функцию потерь Вернее, функционал потерь То, что было при линейной разделимости В конечном счете становится регуляризатором, да И то, что было за счет введения штрафов А это та самая аппроксимация нашей пороговой функции, да То есть мы помним, пороговая функция у нас выглядит вот так Вот это ровно то, что мы с вами нарисовали на первом слайде после того, как начали говорить про SVM Аппроксимация, которой на самом деле ноги растут вот отсюда Из соображения ширины зазора Вот Вот это каноническая постановка задачи в SVM Это то, что мы с вами записали на том самом SVM для чайника в слайде И это то, с чем можно, в принципе, уже работать То есть это та самая функция потерь, которую можно, как мы говорили, минимизировать Мы получим какие-то веса Итерироваться по этому там градиенту, например, да И уточнять наше решение В конечном счете мы получим веса, которые, грубо говоря, доставят нам соответствующую Наиболее широкую полосу, которая уже допускает мисклассификацию Ну то есть реально возможна ситуация, когда мы будем заинтересованы в том, чтобы провести более широкую полосу Но допустить там одну-две ошибки при этом, да Потому что мы понимаем, что широкая полоса, она соответствует в терминах, если смотреть на этот функционал Как на просто там эмпирическая функция потерь плюс регуляризатор И регуляризатор у нас отвечает за обобщение Вот, собственно, более широкая полоса у нас отвечает за обобщение Вот, такая штука Это у нас получается функционал, с которым мы дальше будем работать У нас есть в нем два слагаемых, у нас есть компромисс Его мы хотим минимизировать Могли бы сделать это, как нас учили к градиентным спускам И стахастическим градиентным спускам Обосновали каждый из этих слагаемых Вот, но на этом не остановились При рассмотрении этой задачи Поняли, что выжить можно еще кое-что И вот это еще кое-что Привело к такому интересному эффекту Который в конечном счете называется Kernel Trick О котором мы поговорим Что же, я не знаю, нужно сделать первый, не нужно Или уже добьем до конца Окей, но на самом деле еще достаточно Ну, какой-то путь нам предстоит пройти Ну вот, посмотрим, насколько быстро Вот, собственно, для того, чтобы пройти этот путь Нам нужно перейти к двойственной задаче Двойственная задача Это понятие из, там, оптимизационной теории Из теории, ну, линейного, квадратичного В данном случае, на самом деле, программирования Вот, не линейного программирования Квадратичного программирования Что такое квадратичное программирование? Поднимите, пожалуйста, руки, кто с этим сталкивался Задача квадратичного программирования Нет, ни у кого не было simplex-метода выпуклая да в том числе но это более общее понятие окей то есть у кого-то все-таки это было ладно в двух словах это это методы которые позволяют решать следующей постановке задач когда у вас есть функционал выпуклой и ряд ограничений вида равенств и неравенств которые соответственно неким образом ограничивает вас выборе окончательного решения вот и есть целый набор раз всякого рода теорем и методов которые позволяют эти штуки достаточно эффективно решать аналитически вот одной такой штукой мы с вами познакомимся ну очень коротко но главное чтобы вы поняли к чему она потенциально может нас привести вот вот задача классическая задача квадратичного программирования квадратичная потому что у нас целевая переменная это w по которой мы будем оптимизировать она здесь соответственно в во второй степени вот а дальше ряд линейных ограничений потому что напомню маржин если мы говорим про линейную задачу да и вот эта штука эта штука эта ошибка она тоже наверное в конечном счете линейно зависит от w а может быть она вообще не зависит от w хороший момент ну короче все что мы знаем это то что тоже то где входят сюда w это это линейное вот соответственно здесь функционально входит во второй степени ограничения типа неравенства у нас линейный по виду что позволяет нам рассматривать задачу как классическую задачу выпуклого программирования выпуклого потому что соответствующее множество у нас получается выпукла ну короче там свои теория наверное когда-нибудь вы через нее пройдете может быть не пройдете но неважно я вам расскажу ровно что ровно то что нужно знать для этой задачи вот еще там есть канонические ограничения вида равенства у нас и в этой задачи нет есть чуть-чуть с ними проще смотрите для того чтобы решать подобные задачи вот их общая постановка fx минимизируется ограничение типа равенства линейно туда сюда входят x ограничения типа неравенства ограничения типа равенства соответственная сюда линейно входят x ограничение может быть разное количество штук и никак это количество ограничений не привязано к например размерности нашего пространства вот и есть такая замечательная теорема coon at客 а карушек у на такера по-разному в общем случае как это называется карушек у на такера три человека вот который говорит о том что необходимым условием выполнить ну короче решение этой задачи вот чтобы короче x если x является решением вот этой задачи то выполнено следующие необходимые условия и тут на самом деле все несколько сложно для просто так прочитать и осознать но просто нужно принять наверно наверное для тех кто еще через это не проходил что в общем для таких точек мы можем ввести следующую функцию этого грамжан по соответственно в которой входят в явном виде функция который мы минимизируем и дальше входят наши ограничения типа равенства и неравенства виде отдельных слагаемых соответствующими коэффициентами при них мю и лямбды вот и важно понимать что в дальнейшем эту задачу будем рассматривать как оптимизационную задачу уже не по w которого ну в данном случае не по x а будем рассматривать ее как оптимизационную задачу помню и лямбда вот подробный вывод есть он занимает примерно на минут 30 внятного расписывания всего этого дела на доске есть нескольких разных источниках я их обязательно приложу но сейчас не очень хочется тратить на это время а все что мы получаем в конечном счете это очень полезная вещь которая называется двойственные задачи для задачи в программировании вот уже в терминах лямбда это самая двойственная задача поставлена то есть мы минимизируем новый функционал по лямбда вот если мы все сделаем правильно мы получим некоторые лямбда пока не говорим о том как мы это делаем опять же не так важно сейчас важно что из всех этих условий просекает вот такая штука и что двойственная задача это постановка ну это короче другая задача которая произрастает из нашей исходной в других координатах другими целевыми переменными решая которую мы можем получить решение наше примазать это двойственная к задачи нет это двойственные вот задача вот соответственно вот такой постановки вот такой нашей постановке вот двойственная к ней соответственно будет вот эта штука еще раз исходное нам нужно для того чтобы зафиксировать для себя связь с линейной задачей и мы можем решать вообще исходную задачу стране к своем классификатора численной оптимизации того функционал который он написал вот это а самый важный факт который стоит зафиксировать просим его реальный функционал выглядит так как мы говорили большая часть этой лекции теперь для того чтобы решить эту штуку но не то чтобы аналитически не совсем для этого короче поскольку это задача квадратичного программирования то можно записать для нее условия теоремы как это и посмотреть к чему нас это приведет в данном случае нас это приведет к очень интересным наблюдением если все сделать верно если почитать как это делать все сделать верно и построить двойственную задачу для нашей мы увидим следующие штуки а именно что ее решение вот терминах лямда но никак не зависит от объектов x это и наших изначальных объектов выборки а зависит только от скалярных произведений вот следующая ситуация которую которую мы тоже замечаем что если мы знаем лямбды то есть если мы предполагаем что мы можем успешно решить эту задачу это тоже отдельная как бы большая работа решить эти задачи то есть их тоже можно решить численно их можно решать аналитически не так важно главное что их можно решать и их можно решить относительно лямбды получить решение и потом выразить наши решения исходной задачи через решение двойственной задачи делается это вот примерно таким образом здесь участвует лямбда который мы найдем игрек и ты ответы на наши выборки икс это и наши признаки вот еще дубль выносится с которым отдельно в принципе не говорили не так это важно еще раз что здесь важно становится здесь важно то что для того чтобы решить двойственную задачу нам не нужно знать конкретные объекты потому что они входят только виде скалярных произведений и второй момент который важно понимать это как будет выглядеть классификатор в таком случае классификатор который до этого у нас был sigma w на x signum w на x это превращается вот такую вещь где опять же у нас входит что что у нас входит на соответствующем новом объекте которым нужно классифицировать у нас входит не он сам а его скалярные произведения с объектами выборки вот важный момент который здесь стоит зафиксировать это если мы рассматриваем двойную задачу мы приходим в постановке в которой сами объекты не используются используются только скалярные произведения их между собой это что касается нашей выборки и когда мы классифицируем новый объект то опять же не используется он из из он используется только в виде скалярного произведения с объектами выборки окей вот это примерно подытожено да все самое важное из этого пути на слайде то есть у нас loss функция для двойственной задачи выражается в зависимости от лямб выражается через скалярные произведения и принятие решения по алгоритму тоже осуществляется на через скалярные произведения на этом новом объекте а теперь еще один важный момент по поводу классификатора классикатор svm классификатор машины опорных векторов да очевидно речь о каких-то опорных векторов так вот когда мы говорили с вами о нераздели о разделимый полностью разделимом случае там достаточной степени было понятно что в конечном счете наша полоса будет определяться теми самыми двумя объектами на которых в конечном счете пройдет то есть кроме двух объектов нас очень мало чего интересует и для полностью разделимого случая у нас именно эти два объекта называется теми самыми опорными на которых у нас будет в конечном счете алгоритм работать и принимать решение как только речь заходит о не о неразделием случае у нас вступает некоторая другая ситуация в частности не все слагаемого этой суммы будут существовать некоторые лямбды у нас просто равна нулю вот тоже свойство соответствующей двойственной задачи и именно те у которых лямбды не равны нулю они естественно прямую будут определять весь наш алгоритм и именно они будут называться опорными векторами для чего это говорю для того чтобы вы не впадали в заблуждение когда у вас будет какая-то какая-то задача которая ну в большинстве случаев задачи как вы понимаете имеет линейный неразделимую выборку и вам в любом случае этот трейдов в виде константы c между шириной полосы и вашими ошибками сюда и даже наверное сюда вот он вам будет нужен как ни крути да можно было бы провести прямую вот здесь и получить вот такую полосу но зачастую вы будете заинтересованы именно вот в таком поведении вот так вот ответ на вопрос что такое то такое опорный вектор я усомоляю очень важно понять вообще просто терминологию опорный вектор это не вот этого для такой задачи ну просто все очень часто считает именно так так вот очень важно именно то что опорные векторы это все векторы у которых здесь лямбды и ты будут меня равны нулю и никогда посмотрев просто так свежим взглядом на эту ситуацию на двумерной плоскости вы не сможете сказать что а вот эти объекты опор на эти нет нет это будет понятно только после того как вы непосредственно решите эту двойственную задачу данной ситуации скорее всего вот этот объект будет опорным вот этот объект будет опорным и вот это тоже будет опорным очевидно вот эти будут опорными и вполне возможно какие-нибудь вот эти будут опорными вот но в линейном случае все действительно просто в смысле в линейно-разделимом случае действительно просто их всего два и грубо говоря скорее всего если честно провести все эти выкладки для случая когда у нас 1 2 w квадрат до без этого дополнительного функционала то скорее всего просто увидим что ровно два объекта здесь будут иметь не нулевую лямбду а именно два объекта через который пойдет максимальная полоса про что такой опорный вектор а стало понятно чуть больше еще раз досмотри лямбда это это и и ты же поверни эта штука при скален при скалярном произведении соответствующим x и там да 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 еще раз лямбда это y это x это да здесь здесь же что ли написано возможно да вот когда выборка не линейных когда выборка линейно разделим а здесь скорее всего всего два ну короче вы так далеко не пойдете но сытож когда выборка не разделим у нас ровно два опорных объекта вот они через них прошла полоса вам больше ничего не нужно знать про свою выборку только те два объекта через которые вы в конечном счете проведете полоса вот когда неразделимая выборка не нулевых лямб здесь существенно больше все ненулевые лямбды вернее все x и и ты при соответствующих ненулевых лямбдах является опорными объектами они все принимают участие в принятии решения и скорее всего я просто галочками пометил скорее всего то что будет здесь сейчас просто чтобы дать вам понять что это будет не только эти два объекта вот сейчас мы чуть дальше поговорим это что касается опорных векторов важно понять что это что это не совсем те две точки через которых конечно все эти против полоса так вот заметив что двойственные задачи везде ходят только скалярные произведения либо исходных объектов нашей выборки друг на друга то есть матрица грамма да либо нового объекта который нужно классифицировать на исходные объекты нашей выборки мы можем как бы задаться вопросом почему скалярные произведения вот почему именно такое скалярное произведение которым мы пользовались вот и действительно как бы никто нас не обязывает это делать если мы соблюдаем некоторые требования к той функции который будем пользоваться суть в том чтобы заменить от самые скалярные произведения на какую-то более общую штуку которая сохраняет основные свойства скалярного произведения в нашем исходном пространстве но является в нашем опять же исходном пространстве не обязательно той самой линейной функцией смотрите давайте будем говорить о таком классе функции которые мы будем называть ядрами чему они должны удовлетворять в конечном счете да ядра это функция которая отображает наше множество исходное наше исходное множество x соответственно скалярное произведение было там определенное множество x на x вот она соответственно отображает это множество множество r вот и такую функцию мы будем называть ядром если она если она удовлетворяет третьим трем условиям а именно она является сама в каком-то пространстве в общем случае может быть даже бесконечно мерным не так важно если она является в этом пространстве скалярным произведением что это значит это значит что существуют такие вот эта самая функция что она переводит x гильбертова и в этом гильбертовом пространстве мы говорим о честном скалярном произведении сейчас на примере разберем станет чуть понятнее вот и соответственно что какие условия при выводе двойственной задачи пользую пользуемся от скалярного произведения не так много чем а только тем что она симметрично не отрицательно определенная функция вот и здесь мы потребуем ровно то же самое не так важно бесконечно ну тут просто кто как подготовлен в этом смысле еще раз смотрите здесь входило x это их житая здесь ходил x это и на x теперь мы говорим о том что мы перед этой скобкой пишем букву к большое вот который будет отображать соответствует соответственно наш близко другое пространство что мы получаем таким образом таким образом получаем достаточно простую штуку то есть если мы вначале вообще на протяжении селекции говорим о том что у нас вот это есть w на x равно нулю нашем исходном пространстве да то теперь мы говорим о вот такой штуки и это уже не обязательно будет линейная функция бесплатно получаем нелинейной нашей задачи сохраняя все ее прекрасные свойства то есть это будет по-прежнему какая-то полоса только уже не вокруг плоскости а вокруг какой-то более сложной поверхности и по прежнему вам заинтересованы в том чтобы полоса это было максимально широкой короче тут потенциал открывается достаточно большой но основное что на чем я хотела наверное закончить это все-таки то как мы можем к другим на исходных признаках переходить к другим пространством вот это именно то для чего на нужен термал 3 давайте мы пока с этой дискуссии не отклонились главное чтобы от конечной цели то есть теперь было скалярное произведение мы понимаем что эту штуку можно заменить заменить на любую симметричную положительно определенную функцию давайте менять как это делать на самом деле проще всего генерировать такие функции не по исходному их определению а по как бы конструктивным методом которые вроде как известны там достаточно есть небольшой перечень их типа там умножение на положительную константу сложение двух сложение двух условно скалярных произведений скалярные произведения и так далее они здесь все перечислены и вот яркие примеры наиболее наверное используем и но это вот стандартные которые никуда нас не переводят вообще стандартные скалярные произведения это соответственно более общая штука которая нас переводит в конечном счете в димерное пространство то есть часто здесь не знаю например двоечку можно рассмотреть то есть то что у нас исходно было линейной поверхностью конечно все эти станет квадратичной поверхностью то же самое с ядро очень популярный rbf вот здесь прям явно в виде говорится о том как мы теперь будем мерить расстояние между объектами а именно просто модуль разности брать вот с некоторой константы и в принципе из этих штук можно много чего насамплировать создавать еще разных ядер использовать штуки они там аккуратно по ссылочке на машинлернику ру лежат вот остается у нас ровно не знаю 10 минут как раз для того чтобы как раз для того чтобы показать на примере чем это может быть но не то чтобы полезно но в общем чтобы вы как-то поняли hands-on наверное в чем сила вот такого перехода мы рассмотрим самый наверное простой случай а именно вот такую полиномиальную функцию когда d равно 2 и поймем вот чему и так такой переход нас приведет вот смотрите то есть в исходном пространстве у нас есть во первых у нас r2 и есть у нас вектор и у его соответственно у нас это у 1 у 2 вы у нас это в 1 в 2 вот соответственно мы хотим с вами сделать что-то в конечном счете вот такое и понять какого рода поверхность мы пронаблюдаем если будем использовать вот такую функцию и в каком пространстве мы тоже будем делать смотрите что мы для этого делаем записываем на самом деле у наведа квадрате скалярные произведения в квадрате по определению по определению произведения соответствующих координат у 1 на в 1 плюс у 2 на в 2 квадрате что делаем дальше ну по определению квадрата что у нас там первое слагаемое квадрате плюс 2 слагаемое квадрате плюс сейчас будет много писать 21 в 1 на подсказывайте у 2 до на в 2 вот а теперь нам с этим делом нужно как-то прийти к скалярному произведению то есть к симметричной положительно определенной функции то есть мы сейчас действуем вот 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 так вот нам нужно конечном счете развернуться до вот такого это сразу даст нам понимание какой функции мы говорим в каком пространстве мы существуем давайте предлагайте как нам это сделать то есть у нас должно быть скалярное произведение какого-то нового вектора которая соответственно даст вот такое раскрытие идеи нужен уже нужно смотрите три слагаемых а так и у 2 в 2 не не получится смотреть да выделим все что с у 1 вместе это ну давай у 1 ничего дальше у 1 в 1 2 в 1 квадрате плюс 2 у 2 в 2 ну видно та же самую штуку можно проделать с у 2 в 2 ну кажется мы молча получим на этом пути и давайте концептуально скалярное произведение это сумма соответствующих координат для векторов давайте исходить из того что в костюм счете нам нужно скалярное произведение просто до каких-то других векторов сколько суммы здесь видим 2 хорошо сколько координат у этого вектора должно быть а ну очевидно да то есть здесь мы оперировали двухмерным вектором получили одну сумму здесь у нас сумму уже 2 соответственно вектор должен быть трехмерным если это скалярное произведение теперь каким друзья здесь должен записать два больших вектора каждый из которых 1 квадрат у 2 квадрат у 2 квадрат один у 2 вообще вектор наверно вот так его лучше обозначены а теперь то самое только своего 1 квадрат в 2 квадрат корень из 2 в 1 в 2 вот теперь вы понимаете да о чем идет речь то есть вот такой кернл нам порождает преобразование нашего вектора у 1 у 2 в двухмерном пространстве даже тоже круглые скобки напишу в трехмерном пространстве следующий вектор у 1 квадрат у 2 квадрат корень из 2 у 1 у 2 и в этом пространстве мы получаем линейно разделимую ну короче мы получаем линейную поверхность вот что линейная потому что вот в этом пространстве у нас все-таки обычные скалярные произведения что в нашем исходном пространстве приводит нас уже квадратичной поверхности явный вид который мы наверное сейчас с вами не зафиксируем ну вот вот эта вот штука равная нулю соответственно w на x на равный нулю w на x в квадрате равный нулю вот это мы такой более упрощенный случай рассмотрели да напоминаю в общем случае подобный кернел имеет у на в д ну и чтобы как бы у нас весь класс соответствующего полиному был представлен вот здесь вот так делать мне простить вот так вот ты если коротко просто мне кажется после такого примера сразу лучше становится понятно все эти абстрактные переходы из одного пространства в другой и зачем это вообще может понадобиться если коротко то это очень крутой способ бесплатно получить нелинейности в задаче а очень хорошо известно что нелинейность выбирать она приводит переобучение но если сделать правильно то она приводит просто к более лучшему ну то что называется capacity вашей модели то есть ее возможности впитать больше паттернов то есть нелинейность по определению лучшим линейность и если есть возможность ее использовать что лучше пользователя на поэтому нейросети сейчас настолько популярны потому что это просто ну кульминация нелинейность нелинейных моделей потому что нелинейности просто в ровно столько сколько там есть слоев чем глубже тем больше не нести вот наверное все что хотел сказать давайте вопросы в целом по лекции и по последнему куску а кстати есть еще один слайд который просто иллюстрирует как это на самом деле выглядит в аскалер не в аскалер не примерно да как вот самый нашим библиотек это выглядит так запусти svm соответствующим керном и вот она магически просто вот мне все из коробки работает вот линейное ядро просто обычное своем скаленное произведение соответственно rbf то что я выписывал вот получается уже такие сильно более сложные кривые на поверхности полиномиальное ядро степени 3 это то что я вам сейчас показал и линейное ядро svc svc дважды здесь представлена это короче по ему разные солдеры то есть в конечном счете там все равно идет численно оптимизацию этих моделей просто там есть две такие ключевые библиотеки с помощью которых от делаться любление либо своем ни одна из них не лучше ну как как-то чаще пользуются любление рам вот так что по факту для вас о своем будет к алгоритм про который вы должны понимать что изначально он линейный но соответствующие соответствующими ядрами вы можете получить нелинейность и в этом смысле лучшим логистической регрессии в которой нелинейность достигается только за счет использования каких-то там квадратичных признаков то есть там вы можете допустим вот такую штуку получить если вы добавите к своему текущему полу признаков еще признак x1 в квадрате x2 в квадрате x1 на x2 и так далее да и тогда у вас линейная комбинация между ними будет определять уже квадратичная поверхность но вот его своими это из коробки города более приятности про своем наверное у меня все и Продолжение следует...